всем привет дорогие друзья из солнечной алании анталии привет сегодня 4 марта 3 часа дня и мы движемся по направлению аэропорту анталия потому что я улетаю в пешкек я надеюсь что вы смотрели мое прошлое видео надеюсь что вы смотрите и уже подписались на мой канал обязательно поставили пальчики вверх этому видео потому что на моем канале всегда много всего интересного и самое главное полезного поэтому обязательно подписывайтесь и смотрите все видео ну а сегодня 4 марта я улетаю в пешкек многих очень интересуют вопросы прилета в турцию улета из турции и так далее поэтому этом видео я освещу еще раз все эти вопросы конечно же покажу вам что происходит в аэропорту как в самолете и так далее все друзья мы приехали в аэропорт выгружаемся вход в терминал разрешен только пассажирам провожающие провожают и сразу уезжают вход запрещен все друзья я сдала свой багаж стояла полтора часа практически сейчас иду на паспортный контроль и на посадку приезжать в аэропорт нужно за три часа потому что сдача багажа за около часа даже больше проверяют тесты но поскольку я лечу в кыргызстан в чужую страну здесь у меня должен быть тест в общем ничего особенного просто ждать нужно чуть больше начинается посадка на наш рейс вот таким вот образом все это дело выглядит как вы видите люди просто подходят свои показывают посадочные билеты и так далее и вот таким вот образом выглядит места на которых на которых мы сидим в общем ничего особенного все магазины кстати открыты кстати авиакомпании пегасус несмотря на то что они бюджетники но они всегда идут на встречу своим пассажирам например я всегда делал онлайн чек-ин и онлайн чек-ин я мне выпало автоматически место около коридора но при не когда давала багаж попросила девушку перес переместить меня на место около окна потому что мне нужно немножко поработать и очень долго лететь и не хочется сидеть около коридора потому что люди стоят ходят и так далее поэтому я просто попросила и она совершенно без проблем согласилась в общем начинается наша посадка идем на самолете мы идем не через рукав мы спускаемся вниз и едем на автобусе кстати когда делала чек-ин самолет был совершенно пустой на самом деле самолет полный поэтому в таких длинных поездках кстати вам лайфхак садитесь около около окна потому что очень много людей они постоянно будут ходить хотя сейчас в самолете не разрешают не стоять не ходить за круга с пандемией а а а а а и 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 я и и и и и и столик есть, все есть. Открой сейчас свой компьютер и буду немножко работать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, друзья, мы прилетели. Разница с Анталией, по-моему, то ли 2 часа, то ли 4 часа. В общем, я еще не поняла, но по-турецкому сейчас всего 13 ночи и сейчас еду в отель. В самолете можно сидеть только в маске. Очень болит голова, в общем, еду в отель отдыхать. Друзья, я только что прилетела, и посмотрите, что у нас здесь. Идет снег. Снег! Кстати, снега я по прогнозам не видела, но снег, снег, снег. Меня встретили вот такой вот здесь. Снег. Супер. Дорогие друзья, сегодня 7 марта, и какой может быть самый лучший подарок на 8 марта? Это, конечно же, снег. Почему? Потому что у нас в Алании снега нет, и в этом году мы не смогли выехать ни на какой горнолыжный курорт, и из-за коронавируса, и из-за занятости. И смотрите, я в этом году загадала себе увидеть снег. И где я его увидела? Я увидела его в Кыргызстане. Кто бы мне сказал? Наш форум закончился. Завязалось много потрясающих, интересных, деловых, дружеских отношений. И сегодня мы приехали на один из курортов, где можно кататься на лыжах, отдыхать. Ну и, конечно же, любоваться потрясающей природой. В общем, красота! Субтитры создавал DimaTorzok В общем, мы приехали в Кыргызстане. Сегодняшнее мероприятие, я думаю, его ждали все, потому что город соскучился по большим мероприятиям и хорошо, что эпидситуация позволяет собрать замечательных подруг, участниц сегодняшнего мероприятия, организатор Канекея Батырова, мы с ней знакомы с Москвы, с форумов Микендештер, совместно проводили с ней тренинги и очень рады, что сегодня собралось столько прекрасных девушек, Аимдар и Джекелер, которые создают свой бизнес, на бизнесе и на налогах держится страна, экономика страны, поэтому я думаю, что в этом году, вот сегодня я тоже знаю форум Курак совместно с Минэкономом подписали проект по законодательству по поддержке женского предпринимательства, поэтому это будут льготы для женщин, кредиты для женского бизнеса. Если вы видели, когда я спросила, сколько здесь бизнесвумен, почти, наверное, 90% подняли руки и сказали, что это все девушки из бизнеса, да, у каждого есть свой бизнес или кто-то работает на какой-то бизнес, поэтому я думаю, это хорошие новости. Если женщина образованная, умеет работать, умеет создавать рабочие места, она реализованная, поэтому у нее будет счастливая семья. И сильная семья – это сильное государство. Там очень интересно, очень красиво здесь, все зеленое будет. Да. Сейчас вот зимний период наш, зимний. Раньше мы, кыргызский народ, вы знаете, жили вот таких юртах жили. Сейчас это современные юрты, конечно, не такие, как раньше. Это прям вот домики там жили? Да, это юрта называется. Вон там у гостиницы люди приходят, отдыхают, можно снять, отдохнуть. Там прям со всеми этими удобствами. Да, да, да. Ну, кыргызский этно-стиль плюс современные колоритики. Да. Да, вместе. Классно. Вот так. Заходите, пожалуйста. Ой, как классно. Мы заходим в юрту. Здорово. 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 Вот это юрта. Вот это юрта. Займир Акбагышева, президент Конгресса Женщин Кыргызстана. Мы сейчас находимся по приглашению Ханакея Батыровой, участники второго международного женского форума, бизнес-форума. Находимся в Супара Чунгурчак. Вот это кыргызская юрта. Она очень многофункциональна. Эту юрту у нас сейчас самые сильные, смелые наши сегодняшние представители прикладного искусства. Юрта. Они их собирают за десять минут. За девять минут они собирают такие юрты и становятся победителями многих международных конкурсов. Юрта это она... Почему эта юрта? Юрта. 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 А те юрты, которые делают по-настоящему, они покрыты тоже, как здесь, натуральным войлоком, делается покрытие с натуральным войлоком, они собираются все из вот этих деревянных различных, и без единого гвоздя все это собирается, без единого гвоздя все собирается. И сегодня многие тоже выезжают на джай-люа, наши современники тоже часто используют вот этот вид. У многих в семьях во дворе стоят вот такие юрты, они меньшего размера, имеют немножко видоизмененные, но есть и те, которые сохраняют тот статус, тот вид, который был у древних наших предков, у почевых народов. Здравствуйте, наши гости, здравствуйте, Замиридея, здравствуйте всем. Поздравляю вас с сегодняшним, завтрашним международным праздником женщин всех. Я хотела, вот гости хотят узнать про юрту, да, две минуты расскажу про нашу юрту, Замиридея все рассказала, но добавлю тем, что я сама выросла вот в такой юрте, у меня бабушки каждый год, они жили в джай-люа летом. Особенность вот натурального войлока, да, который, оно, оказывается, я очень удивлена. Зимой вот этот натуральный войлок, оно очень тепло, держит тепло. Все согревались, вот если современным взглядом посмотреть, вот в таком месте жить, в таком доме, это же холодно же, думаешь, да, отопления нету, нет. Наши предки жили в таком, в такой юрте, и эта особенность натурального войлока, оно сохраняет тепло, оказывается. А летом, когда жара плюс 30 градусов, этот натуральный войлок, оказывается, этот, как кондиционер еще служит, представляете? И вот мы летом три месяца всегда жили в такой юрте с бабушками, с дедушками, и там прям так, этот, как кондиционер внутри, да? Я не знаю, вот такая особенность есть, оказывается. И эту особенность знали, о, какие-то года наши предки кыргызы. Вот то, что удобство, Замириджи сказала, за 10 минут собирали, быстренько туда-сюда переезжали. И ни одного гвоздика там не пользовались, чтобы быстро собирать, быстро все это делать и быстро кочевать. Пожелание надо сказать? Надо ему сказать пожелание. Пожелание, нужно сказать пожелание? Пожелание, здоровье, удачи, благополучия, счастья, всего самого наилучшего. Спасибо. Так, а теперь вот раз полотенце. А, и каждому дают свой полотенчик, да? Вот таким вот образом здесь гостям моют руки. Это боджи, а это джиргон. Боджи, джиргон. Вот такое вот мясо на огне и на столе различные мясные нарезки. Конечно же, традиционные кыргызские блюда. И чай пьют вот из таких вот пиал. У нас когда предки вот в таком это готовили. У меня у бабушки и дедушки такое было у меня. И кушать готовить вот в таком делали. Музыка. 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 I've lived a life that's full Traveled each and every highway Субтитры сделал DimaTorzok